К нашему эфиру присоединяется Богдан Долинц, авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора. Богдан, рады приветствовать. Здравствуйте. Приветствую вас. Слышали ваши комментарии непосредственно в сюжете. Спасибо большое за то, что даете профессиональную оценку происходящему. Но тут возникает резонный вопрос. Есть ли сейчас у украинских разработчиков или, возможно, мировых разработчиков, в частности, наших партнеров западных, конкретные приоритеты по направлению? Ну, допустим, большие дроны, октокоптеры, которые способны переносить большой вес, или же FPV-дроны Камикадзе, которые весьма положительно зарекомендовали себя уже на поле боя? Ну, смотрите, в первую очередь мы видим, что и ранее, и сейчас есть определенная потребность на рынке в так называемых больших ударных дронах. И, в принципе, мировая авиастроительная отрасль, она смотрит в этом направлении, потому что большие, дорогие платформы, на которых, на самом деле, можно достаточно много заработать. Вот. Если говорить о таких небольших решениях, в том числе, как и FPV-дроны, то все-таки на сегодняшний день каких-то массовых производителей именно такого решения нет. Это связано с тем, что все-таки никаких больших официальных контрактов, никакая армия в мире еще не начинала. Вот. И, соответственно, как бы производители не видят здесь на сегодняшний день большого рынка. Есть определенная потребность, но никто не может ее предугадать, насколько, как долго она будет существовать, действительно ли эта потребность будет через 5-10 и более лет. Вот поэтому, как только появятся контракты на поставки десятков тысяч FPV-дронов с нормальными требованиями и, условно говоря, каких-то больших заказчиков, вот только после этого производители посмотрят в эту сторону и будут смотреть, есть ли смысл инвестировать в десятки миллионов долларов. Богдан, мы вас услышали. Теперь давайте проговорим, объясним нашим зрителям, то, что происходило вот на территории Российской Федерации за минувшие сутки. В частности, в России после ударов теми самыми беспилотниками горят нефтебазы, в частности, в Орловской и Нижегородской областях. Пишут о сбитии вообще 25 дронов за ночь, в том числе над Московской и Ленинградской областями. Также взрывы были слышны в Курске и в Шебекино. Атака украинских дронов могла окончательно остановить завод под Нижним Новгородом. Следует отметить, что данный НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год предприятие перерабатывало 15 миллионов тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом. И вот, Богдан, к вам следующий вопрос. Все мы прекрасно понимаем, что нефтебазы, которые горят на территории Российской Федерации, это колоссальный вред, доставляет врагу, который пришел с войной на украинскую землю. Вот эти самые дроны по состоянию на сейчас, по состоянию на март 2023 года. Насколько Российская Федерация может обезопасить себя от подобных атак на нефтебазы? Или, как мы видим, до сих пор атаки беспилотников по нефтебазам остаются очень действенным оружием борьбы против российских захватчиков? Ну, смотрите, если говорить о использовании таком непосредственным беспилотникам, мы должны понимать, что, как правило, стороны действуют в определенном эволюционном процессе, поэтому появление таких видов выражений, оно сразу же приведет к потребности и поиске средств противодействия таким видам беспилотников. Вот, и, скорее всего, то, что мы сейчас видим, это как раз следствие не того, что дроны, которые этих ударов осуществляют, они такие высокотехнологичные, совершенные, а только потому, что те системы объектовые защиты от таких ударов, они на самом деле или отсутствуют, или достаточно низкого качества. Вот, и в целом, скорее всего, мы видим определенную тенденцию к усилению так называемых систем объектовой защиты. Вот, если 5-7 лет тому было в диковинку услышать, что устанавливаются какие-то системы противодействия дронов на частные здания или на какие-то отдельные центры, условно говоря, загородные, то на сегодняшний день мы видим, что это станет определенной такой тенденцией массовой и усиление вот этих вот так называемых объектовых систем глушения и противодействия дронам. Оно на самом деле сыграет свою роль, потому что или дроны необходимо будет улучшать, и, соответственно, они станут дороже, или, с другой стороны, если это не делать, то, скорее всего, они в какой-то момент потеряют свою эффективность. В принципе, мы это видели с обычными FV-дронами, это привело к тому, что производители начали работать с усилением противодействия РЭП для этих дронов. После того, как мы увидели, что системы РЭП улучшились, сейчас идет активная дискуссия о том, что нужны дроны с так называемым машинным зрением. Когда он, залетая в зону действия, РЭП будет фактически самостоятельно с использованием искусственного интеллекта принимать решения без участия пилотов. Ну, это такой процесс эволюционный, и при этом мы видим, что пока что ни одна из сторон еще не имеет, условно говоря, современных решений по утилизации таких небольших скоплений дронов. В том числе, мы видим, западные страны уже активно разрабатывают те же системы лазерного уничтожения дронов, и другие, которые бы достаточно дешево, но эффективно уничтожали большое количество мелких целей. Это, на самом деле, будущее. От него зависит и тот спрос, и, в принципе, наличие или отсутствие рынка для такого вида вооружения. Не дронами едиными. Тем не менее, Российская Федерация активно использует и непосредственно большие самолеты, трансвоенно-транспортные самолеты или истребители. Но тут в последнее время наметилась тенденция на самолетопад российских оккупантов. Сегодня произошел еще один инцидент. Самолет Ил-76 в Ивановской области разбился. Официальная версия, которую российские власти уже поспешили озвучить, это возгорание одного из двигателей во время выполнения маневров. Есть ли у вас какая-то подробная информация о произошедшем? Это первый вопрос. А второй вопрос, как тот самолетопад, который мы наблюдаем в последний месяц, уже отразился на ситуации? Да, если говорить о сегодняшнем падении, то информации, к сожалению, пока еще недостаточно. Сложно оценить, что реально стало причиной, что это был за двигатель, почему он загорелся. Не был ли это так называемый новый их тестовый образец двигателя МС-21, который должен был стать серийным для российской гражданской авиации. Мы пока не знаем, поэтому остается только ждать каких-то дополнительных новостей. Но в целом то, что уровень и качество обслуживания воздушных судов на территории Российской Федерации снижается, это факт. И это приводит не только к падениям самолетов военно-транспортных, это, в принципе, приводит к достаточно такой интересной игре в российскую авиационную рулетку, когда ты не знаешь, свой самолет сломается или не сломается во время вылета, во время полета или после посадки. И количество сбоев и отказов, оно, в принципе, в два раза больше, например, за последней статистикой, чем было в прошлом году. Это те тенденции, которые говорят о том, что санкции действуют, о том, что даже те самолеты, которые как бы являются российскими, не зависят от западных санкций. На самом деле они тоже зависят, потому что все это оборудование, запчасти, оно производится на западных станках, на западном технологическом оборудовании, с использованием западного инженерного программного обеспечения. Без этого всего достаточно сложно обеспечивать производственный процесс. Вот, с другой стороны, если говорить о том самолетопаде, то все-таки здесь речь не шла в основном о военных самолетах, и в целом это были все-таки падения уже не сами собой, как этот Ил-76, а, в принципе, это были уничтоженные самолеты в воздушном пространстве. — Скажите, пожалуйста, появилась информация, что в 2024 году россияне планируют изготовить 34 боевых самолета, из которых большинство приходится на Су-34 и Су-30. В этом сообщают наши коллеги-журналисты по информации от своих источников. Скажите, пожалуйста, в целом, по вашему мнению, вот эти самые 34 боевых самолета, реально ли, чтобы такую задачу исполнил российский ВПК? Тут, может, импортозамещение пригодится? — Ну, смотрите, на сегодняшний день мы видим, что теоретически они эту планку достигнуть могут, но это при условии всех самолетов, потому что план производства авиационной техники на 2023 год составлял 55 самолетов, но фактически Российской Федерации удалось произвести чуть менее 40 самолетов. Фактически вот ту цифру, которую вы назвали, она ложится в тот объем, который им удалось произвести в течение 2023 года. Но мы понимаем, что то производство, которое было в прошлом году, оно все-таки было обеспечено запасными частями и блоками, которые закупались еще до 2022 года, лежали на складах. И в зависимости от того, какое количество этих запчастей остается на складах, в принципе, будет понятно, в целом, смогут они произвести эти самолеты или нет. То, что они так или иначе тоже зависят от западных комплектующих. На сегодняшний день ни одна страна в мире не способна 100% закрыть полный цикл производства авиационной техники, в том числе и средств для производства этой авиационной техники. Богдан, спасибо большое. Спасибо, что поделились своим видением ситуации. Богдан Долинцы, авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим вас. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok